Площадь у музыкального театра удачно реконструировали почти четверть века назад. Именно тогда, в 1995 году, она и получила свое название «Театральная». И это цветомузыкальный фонтан. Здесь, под струей воды, играла музыка, сияли разные огни. И тысячи горожан приезжали в это место, чтобы полюбоваться зрелищем и подышать свежим воздухом. В 2019 году это пространство обновили из-за прибытия гостей на форумы России и Казахстана. В итоге оба президента проехали мимо площади. А новый мрамор и свежую плитку в эти дни оценивают омичи. Как-то все серо, как осталось, так и осталось. Сегодня очень скользко, но очень удобно, все аккуратно. Я уверена, что летом тут будет красота. Чего не хватает? Может быть, ярких цветов каких-то? Этой осенью строители заменили ступени, облицевали стенки, уложили плитку. Однако у горожан осталась масса вопросов. Если это современный пандус, то почему в таком виде? Этот пандус опасен даже для здорового человека, потому что очень скользкая поверхность мешает практически подняться здесь очень сложно. А еще, как старые разбитые плиты оставили у самого входа в театр? Почему забыли покрасить скамейки? И для чего оставили вот эту выемку? Активные жители пришли за ответами в администрацию Центрального округа. Уже и было знатого места, музыкальный фонтан. Горожане просят вернуть былую мощь и красоту фонтана. К нему стремились. А около него нужны деревья. Это уже директор театра на трибуне. Никакой зелени нет. Просто погибают от жары многие. И укрыться негде. Слово берет Иван Густавович. Это и он в 70-х строил театр. Мы деградацию претерпим вот этой театральной площади. Вот эту аптеку строитель со стажем называет причиной деградации. А ее уже и нет в проекте реконструкции, как и соседних кофейней и магазина. Зал оживляется. А где же купить воды и мороженого? И тут же. Почему забыта соседняя улица Лермонтова? О пешеходной связи, о безопасность на соседних перекрестках. И главное назначение площади – это ведь не только отдых подростков и беседы театралов, а транзит пешеходов. И депутат Алексей Провозин громко говорит то, что произносят украдкой. Отсутствие теплого стационарного туалета у сегодняшних молодых вызывает недоумение. Они по миру ездят. Отсутствие туалета – это дикость. У горожан есть еще три дня, чтобы направить властям свои идеи. 15 ноября их прием в администрации округа завершат. Реконструкция площади продолжится и в 2020, и в 2021 годах, пока из федерального бюджета будут поступать деньги по программе «Городская комфортная среда». Евгений Нефанов и Сергей Пайхалов, «Антенна-7». Продолжение следует...